У Замка есть хозяин Часть 10 Так ты встречался с Тарануком? Если он, это тот тип, которому я сломал все пальцы, раздробил челюсть и лицо, а также превратил мозги в трясущееся желе, то да, пожалуй, я его видел Взгляд дамы только сейчас заметил чернеющие следы сварки на броне рыцаря Сожалею Пустяки, ты что, такой сильный? Вопрос был откровенным издевательством, но Дзарт вступать в перепалку не стал Помоги же им, скричала дама, видя, что рыцарь молча стоит и слушает звуки падающей аппаратуры, сопровождаемые раздосадованными воплями копошащихся людей Уже помог Обронил дзарт, спокойно сложив руки на груди в ожидании Ты такой же гад, как и прихвостня арка Так значит, хозяина зовут Арк Дама разъяренно фыркнула, продолжая проверять готовность своих имплантантов к действию Люди, потерявшие способность здраво рассуждать, это легкая добыча для смерти А здесь, в этом тюремном блоке, им ничего не угрожает Охрана мертва, дверь заперта именным ключом И потому ее никто не откроет А главное, в этой тюрьме сейчас валяется без сознания Но вот если мы откроем входной шлюз, то тогда Дзарт нарочно немного промолчал, показывая весь трагизм перспективной катастрофы Тогда нас может встретить хорошо подготовленный отряд местного гарнизона И всех, за кого ты так переживаешь, перестреляет за один залп Можно подумать, расправила плечи дама Что нас в другом случае местные любители пострелять по убегающим людям обойдут стороной Есть вентиляционная шахта А это дает какое-никакое, но прикрытие И элемент неожиданности в случае контратаки Это через вентиляцию ты попал внутрь? Рыцарь хорошо представил будущую реакцию на его слова Но с ответом тянуть не стал Нет, я вошел в замок через ворота Услышав такое откровение, женщина хохотала секунд пятнадцать Никогда бы не подумала о том, что в вас, рыцарях, живет такое самомнение Прийти в гости к арку через ворота Вот ведь умора! Но ведь тебя тоже схватили Ехидная фраза рыцаря мигом заставила острый на слова язык дамочки замолчать А ведь верно говоришь Спокойно согласилась женщина Так что ты хочешь знать? Кто тебя нанял? Ух ты! А как же... Как твое имя у прекрасной незнакомки и так далее? А, хорошо Тон женщины мгновенно стал серьезным Меня нанял мэр местного городка Власти стали обеспокоены тем, что в этом месте начали пропадать люди Местная администрация заслала в эти места подставного агента Но он тоже исчез без каких-либо следов А число пропавших достигло более тысячи душ И это только за последний месяц Значит ты... Диверсионный агент Подытожил рыцарь Верно Согласно кивнула дама Теперь пойдем? Еще вопрос Где именно здесь находятся врата перехода? Я точно знаю, что они здесь А вот эта новость уже откровенно поразила спутницу рыцаря Откуда у тебя такая информация? Мой дух машины почувствовал их координаты Правда, они, похоже, не активны, если мои системы их не обнаруживают Дух машины? Ты сказал дух машины, я не ослышалась? Все верно Молодец! Дамочка очень быстро пригладила свои белые, как снег, волосы И бодрым шагом направилась к двери Но дзарт поймал ее блеснувшую металлическим отблеском руку Что не так с переходом в лабиринт? 250 тысяч лет назад здесь прогремела Великая война богов В ходе которой был разгромлен один из основателей той системы межпространственных переходов Что вы зовете лабиринтом Боги были не в силах полностью уничтожить противника Поэтому погрузили его в долгий сон и напрочь лишили остатков силы Согласно легендам, именно под его могилой находятся нужные тебе врата перехода Ты сказала 250 тысяч лет назад? Да Это время расцвета новой эпохи богов А ты знаешь историю? Хохотнула дама Молодец! Ведь именно тогда придумывались правила для битв между кланами за трон господства Победитель битвы получает милость от самого творца вселенной А знаком его расположения является знак победы Победный стяг, исчезнувший ни с того ни с сего с поля боя Вот зачем он нужен на арку и его приспешникам Чтобы дать силу своему богу, потерянному среди истории А знание Хехшта необходимо жрецу для вскрытия места заточения древнего божества Эти мысли пронеслись в голове Дзарда с быстротой молнии Значит, негодяй Хехшт вот какой сюрприз ты мне приготовил, когда вел сюда Драка с воскресшим богом Замечательно! Найду этого потомка калькуляторов Разберу на запасные части Гнев придал рыцарю силы и агрессии в действиях Эти люди по вентиляции не пройдут Они же не спецназовцы В словах женщины был смысл, и Дзарт его не стал отрицать Выбирайтесь отсюда к выходу на задний двор Отдал рыцарь приказ своей новой спутнице Резко выламывая стальную переборку входного шлюза Там стоит военный транспорт Снабженный системой пассивной защиты На нем эвакуирую людей Мне же придется ненадолго остаться Коротко добавил Дзарт, быстро оглядев помещение На предмет возможных врагов Давай, побыстрее шевели своими электронными мозгами Жрецу очень не терпелось увидеть своего почитаемого господина Ты сам напросился! Проворчал Хехшт, послушно отдавая команду На отключение магических замков Державших неизвестного господина в заперти Замковая площадь задрожала Когда по древним, как мир, створком нижних камер Прошелся первый и за четверть миллиона лет электрический импульс Толпы мутантов, стоящие на площади С благоговением смотрели на пришедшее в движение пространство Огромные механизмы двигали все Начиная от маленьких кирпичей Образующих дорожное покрытие И заканчивая многотонными губами Из которых состояли вековые стены замка Не бойтесь, кричал жрец своим верующим Он придет и поднимет ваши тела из руин забвения и боли Поддайтесь ему Загипнотизированные чужой магией слова мутанты Покорно стояли разинув рты Этих бедолаг нисколько не волновало то Что после того, как желанный господин вылезет из своего заточения То они будут первыми из числа тех, чьи жизни возьмет их господин Но механизмы уже были запущены Только Хехшт почему-то был спокоен Тихий шорох проснувшейся силы в еще более древнем механизме Волновал сейчас духа машины куда более серьезно Лик врат перехода вот-вот с ними такого долговечного сна И если Дзарду удастся подойти к вратам Они с Хехштан смогут уйти на подконтрольные клану Звезд Земли Продолжение следует